Время суток лесные инспекторы Вот и в Кореневском форте попался очередной воришка, который хотел бесплатно осчастливить свою семью. Но скупой платит дважды. Санкция зависит от принесенного ущерба. Незаконная добыча может стать по-настоящему золотой. Штраф от трех до двухсот тысяч рублей. Или вовсе уголовное наказание, если диаметр елочки превысит 16 сантиметров. На самом деле я не знал, что за это уголовная ответственность. Или штраф какой-то елки. Так вот растут вроде. Наверное, проще было бы купить на самом деле. Жаль, что я так сделал. Пресекают незаконную рубку пушистых красавиц регулярно. Рейды елочка охватили всю Московскую область. К ним подключили полторы тысячи инспекторов. Усиленные патрули в лесах проведут до начала новогодних каникул. Однако о тех, для кого важна именно елочка, елка лесной аромат, тоже позаботились. Предусмотрели две специальные новогодние плантации для законной вырубки хвойных. Одна из них находится в Дмитровском городском округе, другая в Раменском городском округе, в село Ульянино, поселок Ульянинское лесничество. На данных питомниках каждый гражданин может законно срубить для себя новогоднюю ель либо сосну, при этом заранее ее оплатив. Удовольствие недорогое. Елочка до полутора метров обойдется в 300 рублей, до двух метров в 700. В любом другом участке лесного фонда вырубка деревьев строго запрещена. Это же все по-настоящему, это же живое, это вот самый замечательный дорогой подарок нам, спасибо вам. В историях с незаконными дровосеками, как и в сказке, всегда побеждает добро. Срубленные нарушителями новогодние деревца ежегодно попадают в дома к нуждающимся. В этот раз пушистая елочка стала праздничным подарком от лесных волшебников Третьей школе-интернату развития. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Анна Троян, Сергей Гвоздев.